Его архитектурные проекты представлены во многих странах, ну и конечно же в России, любовь к которой леет мотив творчества архитектора и живописца. На выставке в Щелковской художественной галерее Валерий Иржевский представил работы, в которых архитектура и живопись слились в невероятно колоритном рисунке. Храмы, пейзажи, все это отражение не просто взгляда, особой любви к жанрам художественного искусства. Я не мог, конечно, представить, и вот ребятам особенно говорю, что человек может создавать шедевры в архитектуре и городостроительстве, как сейчас говорят правильно, но человек еще и пишет такие замечательные картины. Валерий Иржевский окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт, архитектурный факультет. За 35 лет трудовой деятельности разработал более 300 проектов, среди которых театр юного зрителя в Самаре, санаторий Министерства обороны в Пятигорске и Марфино Московской области, офтальмологические клиники в Сан-Марино, Дубае, Постдаме, реконструкции заводов General Motors в Елабуге и Цириус в Подмосковье, коттеджные поселки в Подмосковье и России, жилые районы для военнослужащих в Астрахани, мемориальные комплексы в Смоленской области, Гагаринград и в городе Жуковский, музей ТУ-144. Член Союза архитекторов и Союза художников России, академик Международной академии культуры и искусств, профессор кафедры архитектурного факультета Московского государственного академического художественного института имени Сурикова. Он сам не перестает работать как над картинами, так и, конечно же, над архитектурными проектами. Валерий Иржевский участник многих выставок, бейнале по архитектуре. В галерее также представлены проекты, над которыми он работает и сегодня. Одним из таких является мемориальный комплекс на месте гибели первого космонавта Юрия Гагарина. Я предложил, говорю, давайте сделаем мемориальный комплекс, потому что Гагарин – это человек, который достоин мемориального комплекса, а не просто памятника. Поэтому вот это зародилось, эта идея, но мы походили с этой идеей, говорю, надо идти к Кубасу. Такой еще Гагарин Николаевич Кубас, он жив был. И он, конечно, сразу с Леоновым, они друзья были. И давайте вот, обсудили эту тему, обсудили эту тему, ну, давай что-нибудь нарисуй нам. Потому что я все это сделал, нарисовал, сделал макетом, сделали несколько макетов делали. Вот, макеты привезли, поставили, ну, говорит, как здорово, давайте. Вот он еще предложил этот шар поставить, это чисто Леоновский, он говорит, давай сделаем шар, как бы земной шар, да, на музее. Я говорю, с удовольствием, давайте шар поставим. Вот, это будет у нас внутри, как звездное небо. Этот проект по праву может стать грандиозным памятником русской космонавтики. И сегодня воплощение его – это великая дань памяти великим людям. Для Валерия Ржевского этот проект, как и многие другие его работы, как дети. Любимого назвать сложно, да и, в общем-то, и не нужно. Ведь творчество этого мастера действительно вызывает неподдельные эмоции. И каждая работа привлекает внимание. А убедиться в этом можно, конечно же, придя на выставку в Щелковскую художественную галерею. Лилия Тимеева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова